Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Отдельная тема. 8.33 в Екатеринбурге и Свердловской области. Роман, здравствуйте. Да, здравствуйте, Александр. Как у вас дела? Да хорошо, вот выбираю, куда бы мне отправиться. На майские. Путешествия? На вторник или на химашку? Куда съездить, разгонять? Варианты богатые, прямо скажем. Ну да. Непростые. Но у нас есть специально обычный человек. Да, который нам поможет выбрать лучший вариант, лучшую стратегию для майских и июньских дней, для того, чтобы куда-то забрать. А я надеюсь, еще и бюджетную. Потому что просто так улететь-то мы все могем. А вот чтобы еще и деньги потом остались. Чтобы сэкономить еще. Наталья Аборина, эксперт в области туризма, у нас на связи. Доброе утро. Да, доброе утро. Итак, тут у нас радостная история есть, оказывается, что с 15 мая по 1 июня лучшее время, чтобы отправиться в отпуск. Потому что масса горячих путевок и цены приемлемые. Так ли это? Да. Доброе утро, дорогие коллеги. Доброе утро, слушатели. Давайте начнем обо всем по порядку. Сегодня у нас будет эфир под названием «Секретный секрет». Мы специально вышли не в четверг, а во вторник, чтобы нас услышали не все, а только лучшие. То, кто слушает нас всегда. Поэтому сегодня будет передача «Секретный секрет». Ну, спасибо за фразу «специально обученные люди». По первому образованию я строитель, по второму образованию я педагог, по третьему образованию я экономист. Поэтому по четвертому образованию, жизненным опытом, 30 лет в туризме. В общем, нет у нас специально обученных людей. Те вузы, которые готовят сейчас туристических агентов, ну, те, честно, оставляют желать лучшего, потому что очень много теории и очень мало практики. Так вот, сегодня я хочу рассказать практику нашим слушателям и в дальнейшем, возможно, использовать ее для планирования своих отпусков и определенной экономии своего бюджета. В чем же заключается суть происходящего? Каждый год, вернее, в течение года, календарного года, есть такие даты, которые в туризме называются пиковыми. Попробуйте отгадать, когда у нас пиковые даты, когда никуда никуда не улетит. Ну, это Новый год. Новый год. Конечно, это Новый год. И майские. Однозначно. Да, это майские. Вот, абсолютно правильно. Есть еще одна дата, которая зашкаливает по цене. Нет тому обоснования. Это конец августа с датами возврата в Екатеринбург, начиная с 24 по 29 августа. Ну, понятно, перед школами. Перед школами. Да, всем нужно вернуться к школе. И вот тут необоснованный скачок цен, потому что очень повышенный спрос. И если август необоснован, то с Новым годом и майскими праздниками никого вопросов не вызывает. Соответственно, если где-то прибыло, значит, где-то убыло. Если где-то есть пиковые даты, значит, обязательно есть какие-то даты, когда самолеты полетят, отели работают, а туристы почему-то не едут. Да что ж такое за люди-то они? Ну, потому что они уже съездили. Да, да, ни за какие деньги, ни за дорого, ни за дешево, просто не едут. Это, конечно же, даты две недели перед Новым годом. Бухгалтерия, годовая отчетность, зачетные работы в школе, выпускные, в садике. Все-все-все-все-все. И вот если вы заранее планируете отпуск, а у нас много слушателей, кто работает на предприятиях, на госслужбе, кто отпуска планирует заранее, вот сразу ставьте солнечную дату. Конец декабря. Да, конец декабря, и вы получите наилучшие цены. Я как-то из Египта 1 января возвращался, прям ночью у меня был рейс обратный, и как раз на декабрьский попало вот эти все моменты. Да, это был самый дешевый тур, помню, лет 15 назад. До сих пор вспоминаю с любовью, да? Ну, смотрите, экономика ничего личного. То есть самолеты чартерную цепочку, регулярную цепочку, тем более прервать авиакомпании не могут. То есть самолеты полетят пустыми, полными. Раз самолеты все равно летят пустыми, полными, зачем им возить воздух, а не продать ли по привлекательной цене туристам это предложение. Но это объективное объяснение этому есть, почему в эти даты самые дешевые цены. Есть еще одно объективное объяснение, это майские праздники, вернее, после майские праздники, когда все, у кого есть деньги, время, средства, выходные, отпуска, уже на май сгоняли. Вы тоже понимаете, почему, чтобы меньше брать выходных и отпусков, написать заявление. Тут можно двумя днями как-то перекрыться за свой счет. Ну, в общем, такой неоплачиваемый или у кого-то оплачиваемый отпуск. Есть возможность сгонять в теплую страну, погреть свои косточки, подготовиться к жаркому уральскому лету. И вот период даже не с 15 мая, а по сути вот с 11 мая, то есть это вот с конца этой недели до 20. В общем, как пройдут звонки выпускные в садиках, вот этот вот период. То есть начиная с 25, с 26 мая уже пойдет динамичный рост цен по чуть-чуть, каждую неделю к стоимости путевочки будет добавляться просто какая-нибудь тысяча рублей или каких-нибудь там 10%. Вот считайте, за 12 недель лета стоимость тура возрастет просто так на 12-15 тысяч. Поэтому, конечно, если вы планируете отпуск или можете отпроситься на работе, или, не знаю, придумать какие-то варианты отсутствия, вот, например, вылет в Турцию, в отель 5 звезд, по системе ультра все включено, а стоимость на одного взрослого 50 тысяч, на 8 дней 7 ночей, 50 тысяч 495 рублей. Подожди, это с перелетами или без? Я вот сразу буду. Это с перелетами. Это с перелетами. Обалдеть. С проживанием. С педагогой страховкой. Да. Теперь смотрите, этот же отель, просто в сравнении с вылетом с 17 мая, на такой же срок, уже 56-559. Да ладно, это нормально. И этот же отель с 28 мая уже 75-133. Как вам разница в 25 тысяч на человека? Да. То есть, если полетела семья, мама, папа и ребенок, 75 на 3, плюс 75 тысяч. А если еще собака и няня, там вообще можно... Ну, и ребенок вообще сам должен зарабатывать. Про собаку и няню ничего сказать не могу. Я теперь говорю про привлекательность цен на этот период. Ну, это очень хорошо. Я лебенка в Турцию. Это очень хорошо. Очень хорошо. Отверьте мне, Александр, пожалуйста, что вы не летите? А что вы не летите? А я лечу, вы знаете, он сам летает. Он только вчера прилетел, побойтесь бога. Да, я в Москву на один день летал по работе. Я не про это. Я про отдых и путешествие. Вот смотрите, у вас какая-то причина, вы прилетели, я не могу, у меня какие-то проблемы. Задачи, никаких проблем. Задачи, которые нужно порешать. Вот именно у всей страны, вот в эти даты, когда самые привлекательные цены и нет возможности уехать. Кто-то вышел после майских, не отпустает начальника, у кого-то не запланировано. Готовимся к выпускному в садике, к отчетным концертам. То есть все как бы якорята у нас дети. Мы же их не бросим, когда у него выпускной в садике. Мы же вместе с ним поревем. Хотя уж больно, соблазнительно. Хороший отец Александр на свете. Да, не продолжать. Смотрите, еще один вариант. Ну, такой Турции, кого-то удивишь, вроде как. Ну, попса, попса, конечно. 23, да, да, попса, попса. А как вам Пхукет? Пхукет не попса? Ну, попса, но такая более жаркая, приятная. Более тропическая. Я вот это очень дорого с этой попсой. Да, с этой попсой. Например, с 13 мая на 10 ночей, вылетом из Екатеринбурга, можно улететь в отель 4 звезды на Пхукете по стоимость 125 тысяч на двоих. Делить умеем? Опа, очень хорошо. А 4 звезды на Пхукете, да как 5 в Турции. Они же там четверки классные. Да ладно, ну уж нет. Ну, там классные четверки. Я не согласуюсь. На Пхукете классные четверки. 4 звезды на Пхукете ни в коем образе не 5. Обратите внимание, это 10 дней. И, конечно, питание не все включено, но это 10 дней. Самолеты также. То есть очень привлекательная цена. Например, давайте возьмем пятерку. Какую-нибудь прям пятерку-пятерку. И вот на двоих 150 тысяч. Слушай, ну это хорошо. Вот, считайте. Слышно, 10 дней и лететь-то так-то в два раза дальше. Чем от Турции. Да в Таиланде не надо пятерки. Там можно однерку в Таиланде взять. Там же все равно ты все время где-то в движении на мотороллере. Ой, подождите. Не горячитесь. На мотороллере. Поднерками, давайте мы все-таки организовываем цивилизованный кризис. Хорошо, уговорили нас. Прям воздержусь от однерок. Смотрите, что еще? То есть про то, что эта дата объяснима, горящая, и то, что наши слушатели у многих отпуска планируются на год вперед. На год вперед. И вы можете эту дату запланировать заранее на следующий год и спланировать себе путешествие. А что же еще происходит по России? Мы как бы за рубежку, это я вам примеры привела, здорово погреть косточки. Очень интересная ситуация складывается на эти же даты, на наши, так скажем, юга. То есть тот же перелет в Сочи. Вдруг на эти даты становится дешевле. Тот же перелет на Кавказские минеральные воды. То есть вот на майские праздники, на вторые майские праздники. И еще в Калининград тоже. Да. С 9 по 12 число, 4 дня, 3 ночи мы продавали путевки в Ессентуке, либо в Кисловодск. Внимание, на человека по 36 тысяч, включая перелет. Ой, хорошо. Из них обычно у нас 25 тысяч перелет. Да-да-да. Ну, каждый выбирает для себя различную религию. Я просто был в Ессентуке. А у кого-то нет загранпаспорта, и кто-то не выездной. Да, я тоже хочу объяснить эту стоимость, теперь еще экономическую составляющую. Не только то, что объективные, субъективные причины, дети, школы, все остальное, а есть еще, для понимания наших слушателей, почему такое происходит. Почему, вот если я сейчас буду покупать эту путевку на 10 дней, она будет мега-дорого, где-то 100 тысяч на человека, а почему на 4 дня по такой дешевой цене. Опять же, объяснение тому, что самолет уже все равно летит, и если в нем осталось 10-15 мест, то авиакомпании принимают решение, ну, как бы, знаете, фортуну. Выкидывают по очень низкой цене предложения на авиаперелет, и, соответственно, подхватывают это предложение санатория и гостиницы. Наталья, мы сейчас сделаем маленькую паузу на рекламу, и после этого сразу же вернемся и продолжим рассказывать про горящие путевки и прочие радости жизни. Итак, 8.46, тут мы про туризм, да про полет, за эфиром заболтались. Роман Сухихс, любят летать. Да, вспоминали про то, как вкусно кормят на турецких внутренних авиалиниях вот этими горячими бутербродами, даже если всего час ты в полете находишься, и кофе предлагают. А у нас вот на самолетах далеко не на всех теперь кофе остался. Говорят, лучше давайте мы вам чаю полеснем или просто водички. А давайте я тоже отвечу на этот ваш вопрос. И я думаю, нашим слушателям будет очень полезно. Я на самом деле воспринимаю это не как зло, а как благо о том, что нас не кормят. У нас было очень много жалоб. Ну, это, конечно, в допандемийные времена. Ну, вы пендривались когда, да? Ну, да, там несвежие бутерброды, там несвежая колбаса, какая-то там невкусная шоколадка. И, в общем, поступало очень много жалоб. То есть считалось, что это все даром. Понятно, что все закопано, стоимость билета. Но вот у нас люди считали вообще, что им должны, им даром, все остальное. От этого отказались. Но зато сейчас есть услуга. Вот так же, как багаж. Вот мы сейчас летим на следующей неделе в Анталии. Да, у нас багаж по умолчанию 10 килограмм. Что такое девушка на 8 дней с чемоданом на 10 килограмм? Это косметичка просто. У нее Дайсон один весит 3 килограмма. Вот. Поэтому мужчины могут летать и с 3 килограммами, а девушки 10 – это кощунцы. Это что? Ничего сложного. Просто доплачиваете какие-то 1500 рублей и везите багаж там до 23 килограмм включить. Ну, это понятно. То же самое происходит с питанием. Вот питание то же самое. Чтобы оно не было среднестатистическим невкусным кому-то рыба, кому-то кура, вы можете это все заказать. Ну, не все об этом знают. Наталья, я вот до сих пор не могу своему турагенту простить, знаете, какую вещь, что мы летели с семьей в Египет и нам не сказали, что нас не будут кормить, что я 5 часов буду в стрессовом состоянии, я бы, конечно, подготовился, либо что-то заказал. Надо предупреждать. Слушай, надо готовиться заранее. А знаете знаменитую фразу? Да. Незнание закона не освобождает ответственность. Ну, понятно, да. Вот и терпи, казак. Мы все это будем прочитать. Зарубите себе на носу все. Вот говорю я. Вы чиновники могли бы стать. Зайдите и проверьте табло вылета. Перед тем, как собрать чемодан, за 24 часа получите авиабилет, пройдите регистрацию онлайн, либо попросите агента, чтобы он сделал для вас. Если вы это делали самостоятельно, пройдите регистрацию за 24 часа. Тогда не будет того, что вы не вошли в самолет, вас не подождали, или кто-то не знает, что вы приедете, и не будет никакого овербукинга. Просто пройдите онлайн-регистрацию. Заявите авиакомпании о своих намерениях лететь. Тут же, когда вы заходите на бронирование онлайн, вам выплывает окно, не хотите ли горячей еды? Хочу. Это стоит нормальных денег порядка 300 рублей. Но вы выберите то, что вы хотите, у вас будет там свежий бутерброд, и если он был не свежий, не ваш и не вкусный, вам есть кому задать вопрос, и выявите какие-то требования. Вы сами выбрали или не выбрали этот бутерброд? То же самое горячей еды. Сейчас везде горячая еда предоставляется. Вплоть до того, что ресторанное меню можете заказать. Поэтому, когда мы видим низких цен, дешевых перелетов и отсутствие сервиса, мы и получаем с вами авиакомпании, летающие по очень низкой цене, с очень маленьким багажом и без питания. Если вы хотите апгрейти, и многих это устраивает, и для кого-то это единственный шанс взять с собой печенье и яблоки, но зато они не заплатили лишние 550 рублей. Для людей, которые ценят и любят сервис, однозначно нужно вырабатывать привычку, проходить регистрацию, заказывать питание, проверять табло вылета. Все. И тогда ваш отдых будет без стрессов, без приключений. А еще можно багаж страховать. Вот такое тоже бывает. У меня сосед вчера в самолете, он вот, что называется, подстраховался. Он пришел, крупный мужчина, даже подлокотник не сразу смог опустить у своего кресла. Достал мешок, в мешке салфетки влажные, четыре булочки, напиток. Я думал, он взял два места, чтобы тебя не прийти. Да сейчас. Нет, я там упирался в подмышку всю дорогу. Вот, поел. Потом принесли бутерброд. Яички. Он сказал, ой, тут еще и бутерброд дают. И я эти бутерброды тоже съел. Вот подстраховался. И твои бутерброды съел. Я уж не смог отказать. Сильный он. Вот, так что можно вот так подстраховаться. Взять с собой немножко еды и все, и быть готовым к путешествию. Роман, вы... Давайте про секретные секреты. Давайте, самые секреты. Осталось буквально-таки 7 минут. Нет, не буду 7 минут. Требую продолжить эфир. Куда же ничего не горит, ничего не пропадает и не падают цены. Попробуйте отгадать. Куда ничего не горит? Ну, в Москву, в Петербург. Да нет, ребята. А куда? Ничего не горит по Уралу. А, Тюмень. Ничего не горит по Уралу. У нас практически заполнены все базы отдыха, все загородные гостиницы, все санатории, все пансионаты. И вот тут горения не будет, и тут горения ожидать не стоит. Наоборот, я бы призывала наших слушателей, если вы летом планируете выкарабкаться в какую-то базу отдыха, пансионат, санаторий, на Челябинске, в Пермь, в Тюмень, по Свердловской области. В общем, все, что можно доехать до машины. Тот же там Зюраткуль, Таганай. То есть вот это в радиусе 550 километров до Уфы. Вот это вот Башкирия, да, где любят люди на машинах путешествовать. Позаботьтесь об этом всем заранее. Мы наблюдаем прямо пиковый спрос. То есть лето обещает быть жарким, солнечным. И люди хотя бы одну поездку автопробегами, компаниями, с детьми, походы такие на авто, они начали планировать. Так вот я пыталась в августе месяце, первая декада августа, забронировать либо Таганай, либо Зюраткуль, либо Увильды, либо Тургаяк. И компанию 18 человек практически уже нигде не разместить. Это очень радует с точки зрения того, что люди стали отдыхать на Урале. Это совсем не радует по ценообразованию. Совсем не радует. Да, и это порождает дефицит. Дефицит отдыха, размещения, отелей, гостиниц. Начинают развиваться активно вот эти глэмпинги, про которые мы с вами как раз говорили, легкие металлопластиковые конструкции. Ждем, когда они появятся на точке, откроются продажи. И для меня вот это вот понимание того, что в Турцию на 8 дней на ультра все включено с вылетом из Екатеринбурга за 50 тысяч слетать, это хорошо. И дешевле. А найти место размещения на август месяц на Урале, это не очень. Ну, да. Зато у нас есть такие бесплатные варианты отдыха. Вот в июне месяце будет фестиваль саббординга. Там десятки тысяч, может даже, людей соберутся, будут кататься в костюмах. Вот тоже развлечение, чем не праздник. И бесплатно. Отличное развлечение. И бесплатно. У нас есть портал, городской портал Екатеринбурга, и областной есть портал, где все события. То есть зайдите в поисковик, наберите события июня месяца Свердловская область. Вы посмотрите, какое количество всяких активностей действительно происходит на Урале. Пик приходится на субботу, воскресенье. И для людей, которые по каким-либо причинам не могут надолго улететь, уехать, нет загранпаспорта или чего-то остального, в принципе, наш регион, если погода благоволит, позволяет очень классно отдохнуть. И тут вам и багаж можно больше 10 килограмм, и питание горячее можно взять с собой. Но самое главное в отдыхе и в путешествиях, это, конечно, эмоции. А эмоции нужно получить даже в путешествиях. Вот по поводу эмоций. Наталья, остается буквально 2-3 минуты. По поводу более экзотичных направлений. Я вот смотрю свои соцсети, у меня стала часто появляться Япония почему-то. Как-то народ туда повалил. И многие туда повалили. Вот прям другого слова не найду. Никогда. По горячему туру по спецпредложению вы не попадете в Японию, потому что виза делается 45 дней. Не всканает, да. Ладно. Но там же какая-то хитрость. Надо расписать тебе все планы своих путешествий, чтобы знали, куда ты попрешься. Там все тоже непросто. Это в очень многих странах. Это и в Корее сейчас такие требования. Это в Китае сейчас такие требования. То есть вы предоставляете... Это в странах Шенгенского соглашения, чтобы поехать в Италию. Кстати, когда откроют Европу, Европа открыта. Путешествия по Европе разрешены. Виза делается от 30 до 45 дней. Виза открывается на первый срок поездки. Никаких там годовых пятилетних виз мы уже давно не видели. Поэтому Европа тоже не бегом, не в припрыжку и не дешево. Но Европа открыта. Все возможно. Я в Литве был до той недели, конечно. Все возможно. Главное получить транзитную визу в Калининград, и ты можешь на машине в Литву попасть. А ты на машине туда? Да. Молодец какой. Потрясающе. Вот. И Европа тоже. Ну, соответственно, транзитные пункты это Стамбул, Ереван, Тбилиси, да, по-моему? Да. Сейчас же прямые рейсы Тбилиси открыли из Екатеринбурга. Да. Да, так что мы уже взяли на сентябрь. Много вариантов. Да, но поскольку времени остается очень мало, я хочу пожелать нашим слушателям новых открытий, путешествий, впечатлений и, конечно же, эмоций. И эти эмоции мы можем создавать себе сами. Если мы заранее побеспокоимся о наших путешествиях, о багаже, о горячем питании, подготовимся к поездке, почитаем информацию про экскурсии, будем понимать, где что дорого и где что дешево, ваше путешествие нельзя будет омрачить ни погодой, ни природой, никакими катаклизмами. Поэтому, друзья мои, путешествуйте, любите путешествовать путешествия и заряжайтесь эмоциями. Спасибо огромное. Спасибо. Наталья Аборина, эксперт в области туризма, у нас была в эфире. Еще важно не забывать, что главная же компания путешествий, поэтому берите с собой нас. Мы вам точно путешествия не испортим. Тут мы некоторое время назад катались с товарищами, и один такой все что-то грустил, грустил, говорит, ну если вы все недушные, вот ты типа Саня недушный, ты Серега недушный, то получается я душный, ведь кто-то должен душный быть в компании. Мы сказали, да, Марат, это так. В каждой компании это должно быть. Так что, да, неизбежность. Да. Что, ну на этом будем подводить итоги, да, какие-то. Хорошо, что дали классные указания по поводу путешествий, и, конечно, меня до сих пор удивляет, что на Урале ты отдыхать будешь за большую сумму, чем полет из Екатеринбурга в другую страну. Ну, это извините, внутренний туризм. А что вы хотели? А хотелось бы подешевле. Мы же за него бились. Мы бились, мы хотели, чтобы он был доступным. Сейчас у каждого второго, мне кажется, есть свой глэмпинг, есть свой какой-то домишко, который он сдает в пригород. Под видом глэмпинга. Называют это глэмпинг. Романтическая советская дача. А у кого-то и музей советской дачи. Да, все верно. Так что, дорогие друзья, спасибо, что сегодня были вместе с нами. Надеюсь, вам хороших вариантов придумали путешествий в конце. Главное, чтобы погода. Вот я знаю, на Урале ты так вот запланируешься июнь, а он будет... Поэтому надо куда-то, где погода более стабильна. Да, Рома? Да, конечно. Валопаевск, например. Да, спасибо, что предложили. Александр Цариков. Всем хорошего рабочего дня, друзья. Ну и помните, перекрытие до 12 часов сегодня сохранится в центре Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Редактор субтитров А.Егорова